Друзья, только что с почты получил 2 монеты, 2 гривны от подписчиков и спешу показать вам, какая же монета 2 гривны нового образца стоит очень дорого. Узнайте прямо сейчас, какие новые монеты Украины могут принести вам реальные деньги и их не нужно ни в коем случае отдавать в магазин, чтобы не потерять деньги. А еще вы увидите 2 гривны нового образца, покрытый настоящим золотом 999 пробы. Мой канал идет к 150 тысячам подписчиков и в честь этого я сделаю подарок. Я разыграю эту монету. Условия очень простые, смотрите дальше видео. И не забудьте подписаться на канал, это как раз одно из двух условий участия в розыгрыше. Сделайте это прямо сейчас, чтобы не забыть. Сделали? Ну поехали! Обращайте внимание на монеты, которые получаете на сдачу. Начинайте с монет 2 гривны, так как участились случаи нахождения такого брака обычными людьми. Вот смотрите, эта монета приехала ко мне из Херсона. Кстати, передаю привет Дмитрию, как и обещал. Если вы находите редкие монеты, пишите мне в инстаграм, я покупаю их к себе в коллекцию. У этой монеты мы видим небольшое нарушение соосности сторон. При повороте, ну это легко заметно. Вот так мы видим, выглядит при повороте обычная монета 2 гривны, недорогая. Не важно какой у нее год, 2018 или 2021, эти года не редкие. Ну разве что вы найдете вот такую монету 2 гривны 2222 года. Ну она будет стоить ого-го. А вот этот экземпляр уже не простой. Скорее всего, при чеканке штемпели сместились. Такой брак мы могли наблюдать и на других номиналах. Например, вот 25 копеек, ну который уже не встретить в обороте. Или даже 1 гривна 1996 года. Мы видим тоже такой брак. И смещение может быть любым. Вот гляньте на эту монету 5 копеек. Цены на такие браки могут быть очень разные. Их зависит от номинала монеты, степени редкости попадания в обороте. Ну например, 10 копеек сложнее определить такой брак. Так как очень маленький номинал и просто неудобно пересматривать монеты. Ну и цены где-то от 50 и до 300 гривен. Когда я обращался на производственный завод для изготовления монеты фортового коллекционера, ну надеюсь совсем скоро они будут готовы. Мне наглядно показали, как такое могло произойти на тестовых изделиях. Но больше всего внимания привлекают украинские монеты с нарушением соосности сторон на 180 градусов. Вот например эти 50 копеек 1992 года. Но друзья, обратите пожалуйста внимание, что для некоторых иностранных монет, такое соотношение сторон считается нормой. Вот например 25 центов в США. Ну или для примера покажу вот эти 5 франков. Это потому, что существует два стандартных вида соотношения сторон. Монетная и медальная. Вот это монетная. Соотношение сторон у монет США например. А привычные нам это медальные. Украинские монеты в медальном соотношении. И когда мы видим вот такой брак чеканки на монетах Украины, это интересно. 2 гривны с нарушением соосности сторон на 180 градусов были проданы на Виолите за 3506 гривен. Вот именно эту монету с таким браком вы видите сейчас перед собой. Это 2021 год. Ну я видел и монету 2020 года. Ее показывал Дима Алаврик на своем канале. Ну возможно вы видели и другие года. Напишите пожалуйста в комментариях. И друзья интересно ваше мнение. Как вы думаете это случайно могло произойти? Или такие монеты делают специально для заработка на коллекционерах? Пишите ваше мнение в комментариях. А если у вас есть на продажу такие монеты, ссылочка на мой инстаграм будет в описании. А сегодня на одном из рынков в Харькове мне сказали, что там была найдена монета 10 гривен с поворотом на 180 градусов. Неужели и их начали делать? Интересно сколько может стоить такая десятка? Друзья, если вы встречали такие случаи с 10 гривенами, нарушением соосности сторон, как на 180 градусов, так и меньше, пожалуйста напишите мне об этом в комментариях. А следующий выпуск я посвящу монете 10 гривен с нарушением соосности сторон. Будьте внимательны, проверяйте свои кошельки, когда платите. Возможно у вас есть очень дорогая монета и я буду готов купить ее у вас. И давайте перейдем к конкурсу для участия в розыгрыше на 2 гривны, покрытых настоящим золотом 999 пробы от компании «Золотой слой». Их инстаграм, кстати, будет в описании. Просто будьте подписчиком моего канала и поделитесь этим видео в группе или хотя бы с одним человеком в Вайбере, в Телеграм, ватсап, в Фейсбук, где угодно. И если человек найдет редкую монету, он обязательно отблагодарит вас за то, что ему показали это видео. А я определю победителя среди ваших комментариев, как только у меня на канале будет 150 тысяч подписчиков. А это будет совсем скоро, так как вы поделились моим выпуском. Ну что, поехали? И до встречи в новом видео во вторник. Всем пока!